В Балакове, как и в других городах страны, проходят субботники. И только одно место в нашем городе никто убирать не собирается. Территория вокруг общежития по проспекту Героев 1 опять превратилась в свалку. Эта свалка здесь образовалась, ну не сказать, что бы очень давно, потому что администрация, увидев вот такую картину, периодически приезжает сюда для уборки территории. Но, как видим, результатов нет. Основной вид мусора здесь – бутылки из-под пива, из спиртных напитков, а также бытовые отходы. Но увидеть можно и старую мебель, игрушки, одежду. В общем, все то, что должно находиться в мусорном баке. Ветром этот мусор разносится по близлежащим домам, в том числе на благоустроенный и уже проведенный субботник парк на проспекте Героев. А с наступлением теплой погоды появился еще и запах. Запах здесь действительно стоит самый несносный. И можно только пожалеть нормальных жильцов этого дома, которые в силу обстоятельств вынуждены находиться рядом со свиньями. По-другому назвать людей, которые позволяют себе жить буквально на горе собственных отходов, нельзя. У так называемой красной общаги нет управляющей компании. Но представьте себе работу дворника, который будет убирать вот этот весь мусор, который жильцы валят прямо из окон. Управляющей компании у красной общаги нет, что вполне объяснимо. У этого дома самые высокие в городе задолженности за коммунальные услуги. И от нее отказались даже те организации, которые заходили на этот рынок и хотели показать себя с лучшей стороны. А муниципальная управляющая компания уже просто не тянет большое количество проблемных домов. Необходимо здесь провести работу, взаимодействие, чтобы если управляющая компания имеет хорошее количество домов, не знаю, может быть, кто-то тоже прокомментирует, то какой-то хотя бы два-три дома на себя правильных вот таких проблем, которые необходимы, будет, ну, понятно, что они требуют большого внимания где-то, но обязательно необходимо будет как-то подгружать их до веса, не знаю, назовем это там, кавычку, социальную нагрузку. Но пока управляющей компании у дома нет. И убирать территорию придется или комбинату благоустройства, или каким-то добровольцам. Жильцы на субботник вряд ли выйдут. Но чистая эта территория пробудет, увы, недолго.